Следующая тема, которую мы с вами обсудим, параллельно будем эту вспоминать, это природа человека. Мы говорим уже о природе человека. Есть четыре варианта всего. Они связаны с четырьмя типами разума. Я не буду вам по построению разума, у нас есть три центра психических разума, и я не буду вам это все объяснять, это очень эзотерическое такое знание, требует много времени, у нас надо больше сегодня в целом материал понять, поэтому я вам просто буду говорить, что человек развивает свою природу много жизней подряд, и она основывается на концепции счастья в целом. Вот допустим, если у человека формируется, формируется концепция счастья, знание спасет мир. Он верит, что люди должны все узнать, понять, как правильно жить. Это его вера, это его природа, это его настройка такая внутренняя. Он как бы не верит, что что-то другое сильнее, чем это. В него это самое главное. Тогда в этом случае человек рождается, и уже во время, когда он рождается, у него есть определенный склад психики уже, который ничем не перепутаешь. Взгляд такого ребенка, маленького, новорожденного ребенка, он как будто смотрит сам в себя. Он смотрит на тебя, как мудрец, и при этом наблюдает за всем. То есть он не входит в деятельность очень бурно, он смотрит на все со стороны. И кажется, что он знает больше, чем ты. Хотя он просто маленький ребенок. Когда он пищит, вяжет, он ребенок. А когда он успокаивается, он мудрец. Ты смотришь в него в глаза, думаешь, он умнее меня, лучше меня все знает. Это ребенок первой категории родился, который должен давать людям знания. То есть первая категория означает люди, которые считают, что знания являются основой жизни. Поэтому вся их жизнь течет вокруг знания. Какие варианты таких людей могут быть? Они могут быть учеными, священниками, тренерами, учителями. Они могут быть, допустим, юристами просто. Или они могут быть консультантами на предприятии, такие люди. Они могут быть адвокатами и так далее. Ну то есть очень много вариантов. Не то, что только вот один учитель, это природа. Там куча всяких вариантов. Допустим, не путайте специальности и природу человека. Внутри каждой специальности могут быть разные природы. Вот, например, врач. Человек поступает в медицинский институт. Туда поступают люди четырех категорий. Первая категория — человек всю жизнь будет давать людям знания с победицей медицины. Это вот первая категория — ученый. Тот, который считает, что знания спасет мир, поэтому он лечить не будет людей. Он будет людям давать знания о том, как жить здоровой жизнью. Вторая категория — управляющий. То есть он поступил на медицинский, но когда оттуда выходит, он начинает руководить клиникой. Или там руководитель младшего сначала, а потом среднего. Ну, то есть он никогда не будет лечить людей. Он будет управлять процессом лечения этот человек. Третья категория — врач. Но он никогда не будет лечить, он будет торговать лекарствами. Он будет работать в аптеке там или сетевой маркетинг устроит. Но он лечить никого не будет никогда. Он будет торговлей заниматься. И четвёртая категория — это врач, который будет лечить людей, радоваться тому, что люди выздоравливают. Чувствуете разницу? И вот никогда это в жизни не поменяется. Нет рыхлых горит. Люди говорят, у меня природа такая-то была, теперь стал другой. Никогда не меняется. Человек с этим рождается, всю жизнь таким будет, потому что это глубочайшая настройка, структура разума, которая усиливается много жизней. Человеку для того, чтобы стать сильным в своей природе, нужно благочестие, добрые дела. Вот если человек лечил людей в прошлой жизни, в этой жизни он будет более лучшим врачом. Если он лечил 2-3 жизни, то он ещё более лучшим врачом будет и так далее. Понимаете? То есть чем больше человек этим занимается, жизней, тем больше у него сил этим заниматься. И человек рождается, допустим, в какой-то жизни, он рождается кем уже? Авиценой. Ну то есть он уже всё. То есть 9 лет вылечил царя от своего государства. В 11 лет изучил всю царскую библиотеку. В 14 лет написал самый фундаментальный труд по медицине, который 800 лет читают. Понимаете? Это же просто гений. И он ничего не забывал, всё, что он делал. То есть у него была феноменальная память. Он выучил все книги в царской библиотеке за 2 года. Наизусть. Это уникально. А в 7 лет он выиграл соревнования по знанию Корана. То есть он Коран знал лучше всех в 7 лет, чем все, кто участвовал в этом соревновании. Это исторический факт. Поэтому это всё копилось много жизней. Это невозможно сразу таким родиться. Или там Моцарт, Минховен, там это гений. Они сразу проявляли способности, потому что это было с прошлых жизней уже. Итак, люди первой категории. Природные качества, которые вырабатываются много жизней. Стремление к истине. Второе. Сострадание. Самопожертвование. Принципиальность с точки зрения знания. То есть человек никогда деньги на знания не променяет. То есть для него истина дороже, если он развитый человек в этой категории. Развитый. Истина дороже, чем учёная степень, допустим. И так далее. То есть есть много качеств, которые указывают на человека этой категории. Например, терпение, допустим. Природные качества. Способность глубоко понимать вещи. Глубокомыслие. Признак этой категории человека. Дети такой категории, они не играются, как все в игры. То есть они наблюдают за всеми. Они могут даже играться. Футбол, допустим, он играет, но ему, он смотрит, как правильно играть в футбол. Надо разработать тактику. Он становится тренером. Потом начинает всем говорить, как лучше. То есть он управляет, именно не управляет, а советует. Он советчиком становится со временем. Потому что он всегда за всем наблюдает со стороны. Он изучает, как люди живут. Поэтому он не такой активен в деятельности. У него характер волевой, но направлен на себя. Его воля не направляется на других. Он меняет себя. Он не пытается командовать над всеми. Он как бы ни за и ни против. Он не участвует в драках. Обычно такой человек не дерется. Он смелый, но драться не хочет. Потому что он считает, что нельзя бить человека, что это нанесет ему вред. У него такое мышление. Теперь ребенок второй категории. Управитель, управляющий. Первые три категории являются лидерами. Они управляют обществом. Это ученые, управляющие, бизнесмены. Они лидеры. Их мало в обществе. Остальные все занимаются любимым делом. Это четвертая категория. Они, все четвертая категория, занимаются деятельностью, приносящей счастье всем. А все остальные управляют этой деятельностью. Чувствуете разницу? Итак, вторая категория — это люди, которые… Ребенок рождается, его цель жизни, то есть его настройка главная — это порядок спасет мир. Порядок. Нужно, чтобы все было правильно, чтобы был порядок. Не нужно, чтобы был беспорядок. Это очень сильно похоже на знание, но очень разница большая. Потому что знание, оно не привязано ни к чему, а порядок привязывается сильно к власти, к успеху, к законам. То есть, видите, ученые выше всего стоят. Говорят, ребята, давайте жить дружно, ученые. А правитель уже так не говорит. Он говорит, мы дружно будем жить, если вы будете соблюдать порядок. А если не будете, мы вас накажем. Потому что даже санскритское слово, санскритский термин, указывающий на вторую категорию, санскритский термин, указывающий на первую категорию, называется «брахманы». Брахман или Брахман, означает, это связано со знанием, корень, вот это санскритское слово, означает две вещи, знание и счастье. Если говорить «брахман», то это означает знание. А если говорить «брахман», то это означает счастье. Ну, то есть, первая категория связана со знанием и со счастьем. Люди стремятся к знанию, дают людям знание, чтобы все были счастливыми. То есть у них два аспекта жизни. Я желаю всем счастья. Вторая категория людей, у них кшат-3. Слово кшат-3 санскритское. Кшат, слово кшат означает насилие. То есть буквально в смысле переводится насильник. Но он не то, что он как бы насильник в плохом смысле слова. Он или руководитель. Руководитель. То есть он всех разводит руками. То есть он как бы управляет. Он является тем, кто все ставит на места. Какая настройка главная у этого человека? Все должно быть правильно. Порядок. Мораль. Власть. Культура. Государственность. Идеология. Ну то есть все это термины власти. Термины порядка и счастья человеческого, которые связаны с тем, что есть страна какая-то, в которой есть порядок, культура, власть, нравственность и так далее. Это все означает связано с управлением. Все эти термины связаны с управлением. И ребенок, который рождается вот в этой второй категории, у него вся сила направлена наружу. Если, допустим, у ребенка первой категории вся сила внутри, он никого не трогает. Но у него там очень большая сила внутри и мудрость, которую он может дать, может не дать. Но он никого не трогает. Он просто со стороны действует, просто помогает советам. Теперь ребенок второй категории. Смотрите внимательно. Если первая категория вот так выглядит ребенок, вот так. Мудрец, значит, да. То второй категории вот так, смотрите. Маленький ребенок, только родился. Несколько дней от роду. Смотрите. Смотрите. То есть он смотрит на всех как? Как начальник? Он хочет, чтобы был порядок. В чем дело? Смотрит. В чем дело? Где порядок? Ребенок вот так смотрит. И сразу возникает вопрос. Какое ты имеешь право так смотреть? Вот Бог ему дал такое право. То есть он старший. Он родился старшим уже. Люди часто в современной культуре этого не понимают. Как там песни поются? Весь мир насилия мы разрушим до основания. А затем мы новый мир построим, где все будут одинаковыми. Это неправильное мышление, потому что все не могут быть одинаковыми. И этот новый мир построили, все равно там были начальники. Большевиков же не было только, а чтобы одни большевики, да? То есть были начальники, были ученые, были... Ну все тоже самое, структура, только они все назывались народом. А до этого как-то по-другому назывались все. Разницы никакой нет, структуру поменять невозможно. Тоже убрали поклонение, да? У нас нет веры. Ну хорошо, поставили Ленина дальше. Ленин всегда живой, Ленин всегда со мной, Ленину цветы. Идут большевики, идут цветы, лечу там, идут те еще цветы, как бы самолеты летят, там салют, там и так далее. Это называется поклонение. Это тоже поклонение. Только и лечу, а не Богу. Вот и все. Ну то есть убрать ничего из этого мира нельзя. Можно только заменить одно на другое, и все. Убрать невозможно, потому что есть определенные правила жизни в этом мире. И они никуда не меняются. Они какие были, такие были. Эти правила описаны в Священных Писаниях. Человек не может жить без поклонения, человек не может жить без своей природы. И так человек рождается. Какие качества у этого человека с самого детства? Первое качество. Он хочет, чтобы все было правильно. Я занимался в детстве самбо и поборол одного мальчика. Ну как бы мы были ровесники, я его поборол и мучил его болевым приемом. Тот плакал. В это время подошел другой мальчик, посмотрел на меня и сказал, отпусти его. И когда он это сказал, я обмяк вот так. Хотя мы были ровесники, я мог бы и с ним поработаться, но я не захотел. Почему? Потому что я увидел в нем определенную силу правды. У него был очень твердый, сильный взгляд, такое сильное лицо, спокойное. Он не был ни за, ни против меня. Он просто был за за справедливость. Не правду, а справедливость. И он сказал, отпусти его. Я сразу отпустил. Я запомнил это на всю жизнь. Эти люди имеют природную храбрость. Если они видят, что там справедливость, они туда идут и побеждают. Дальше. Они всегда стремятся к власти, потому что им власть нужна для того, чтобы устанавливать справедливость. И нужна власть. И нужно управлять процессами. Поэтому маленькие дети, которые всегда всех строят, как бы становятся начальством для всех. Вот, допустим, дети решили поиграть в футбол. И один ребенок выходит и говорит, это моя команда, давайте вокруг меня все. Второй говорит, а вот это моя команда. Ну, понимаете, если один сказал, это моя команда, а больше никто не сказал, это моя команда, то та команда, которая сказали, а та выиграет, потому что там есть шатри. Он сразу будет всех строить, управлять, говорит, ты туда, ты сюда, ты нападаешь, ты защитник. Он расставляет структуру сразу. Появляется уже армия. Уже боевые действия спланированы. Мальчиш-кибальчиш, да? Кшатри. Мальчиш-плохиш. Тоже кшатри с другой стороны. То есть он плохиш, потому что он не с нами, а с нами кибальчиш. Понятно, да, система? То есть там, где есть политика, всегда есть хороший и плохой. То есть добро и зло делятся вот так. А когда уже совсем непонятно, да, вроде две страны вместе были, потом раз разделись, оказывается, они плохие. А раньше были хорошие. Ну, то есть, может так все уже, абсурдно это быть, но это всегда есть, здесь есть управление, всегда есть хорошие и плохие. Там есть двойственность, там есть добро и зло. Людей делят на две категории сразу. И так в футбольной команде тоже. Это наши, а это не наши. Хотя до этого были наши. Наши же друзья, те же самые ребята. А теперь они не наши уже. Ну, надо понять, что это необходимо. Иначе не будет власти. И люди должны к этому спокойно относиться, как в этом, в одном фильме. Говорит, говорит, что-то он говорит. Я, говорит, не знаю, говорит, а его спрашивают, ты за кого? Говорит, я не знаю я за кого. Сегодня белые, завтра красные. Мне все нормально, говорит, кто приходит, тот и управляет. Нет, главное, чтобы кормили. Ну, ладно. Конечно, все должны быть патриотами. Это усиливает страну, несомненно. Это несомненно так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!